Я увидел вашу активность под прошлым видосом про Ликса, также просьба сделать второй ролик, поэтому выпускаю этот. Приятного просмотра! Так как это никто не читает, хочу сказать, что ИВАНИА7А7И865, двоеточие, знак процентов, КК, скобочка, скобочка, У, скобочка, Е, скобочка, У, нижнее подчеркивание, ЕУ, ЕО, ВЛАОИАРВИАИ. Хуя, я ещё как робот ёбанец. А я прочитал, блять. КСГУ ФАСТ, КТАДЕМЫ, ИДИНАМИ. Ебать, он напряжён, блять. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе и сильнее. Блять, Диман, вы понимаете, всё, что мы сейчас делаем, Диман делал раньше. Ребят, ну такая вот история, не знаю, как её назвать, короче, ну вы же знаете, что у меня кролик появился, да, и мне его надо было кормить, и я морковь засел себе огород, вот, а её что-то очень много, а эта скотина жрёт чуть-чуть совсем. Ну и я решил ларёк в торговых рядах поставить, думаю, ну пускай другие там тоже покупают, всё-таки морковь, а то вкусная. Ну поставил ларёк, ну а мне говорили, что типа здесь много народу, конкуренция, все дела, проблемы будут. Ну я как бы так, чё, с проблемами обычно быстро справляемся. Ну и короче, под... Блять, Диман... Диман, я смотрю, как выёбался, так выёбывается сейчас, блять. Ставил ларёк. Всё? Всем здорова, ребят, с вами Дмитрий Ликс, и сегодня небольшая нарезочка по Фортнайту. Игра была сумасшедшая, в итоге мы взяли топ-1, взяли его с Вовкой, с Хантером. Вижу, как на Биг Маке. Какой-то дурак строить, непонятно. Блять, я испугался, блять. То он решил построить ещё один этаж, может быть, бабок заработать, подзаработать решил, не знаю. Террасу открыть, как сейчас модно, посмотрим. И под нами бегает чувак, он прокрался и думал сидеть сзади. Но нет, нет. Бам-бам-бам. И всё, человека нет. Слаженная работа. Ассадаю. Ну дальше мы используем шампак, который подобрали, потому что это наиболее простой вариант был оттуда. Съебаться. Значит, летим, летим, летим в самую зону и приземляемся на островок. Одна... Блять, почему, Диман, не надо дошутить, ему надо любой мат сказать. И он уже смешно, как это работает, я не понимаю. Современно... Мне кажется, если бы Диман вот так вот четыре раунда просто пришёл бы поучаствовать, и четыре раунда сказал бы просто четыре мата, мы бы нахуй горали в голос, блять. С выстрелом из базуки по соседнему хайграунду, где два чела устроили себе уютное гнёздышко. Ну, что произошло? Владимир их отработал, пока я запутался в оружии, перебирал его очень долго. Красава, Владимир, молодец, блять. Эти ребята уже были мертвы. Ну, я сказал спасибо, и принялся оборонять наш форпост. И только я начинаю строиться, как выстрелы, выстрелы, эти ребята, эти ребята зашли к нам, это другие. Они воюют вдвоём на одного, я выхожу, начинаю стрелять, здесь небольшая паника, промах и паника, и мы одновременно друг с другом кладём его на колени. Владимир, я ползу, чтобы своим телом закрыть его от пуль, возможно, пожертвуя своей жизнью, но нет, нет, он справляется, и я выжил, я выжил. Бля, Владимир, красава, блять. Владимир, красава! Этот парень понимает, что ему нечего делать, как только бежать, он начинает бежать. Я просто кал. Бежит, 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 а в этот момент, не обращайте внимания, я просто потрясающе промахиваюсь по нему очень много раз. Он должен быть не грызнет, это уже должен быть топ-1, но нет, нет, он ещё в конце грызнётся, вы увидите как. В общем, мы его пушим, пушим немножечко, не даём ему забраться, выкидываю свои последние шесть гранат под грузовик, чтобы выкурить этого мерзавца. Бля, и чё так ромка-то, блядь? Особо не нервничает, судя по всему. Кидаю, 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 я, короче, нихрена не вижу, но кидаю. Я знаю, что туда, направление верное, а Владимир там чуть со стороны мне подскажет, попадаю или нет. В итоге не попал, ну, потому что он мне не подсказал. Дальше я спрыгиваю, и всё, это финальный аккорд, пора его ставить. Я вижу, торчит башка, начинаю стрелять, и этот мерзавец попадает в меня со снайперки. Ну, я немножечко заднюю дал, потому что дело плохо. И тут на помощь приходит Владимир. И это топ-1, ребята. Ну, а теперь перейдём к тому, что повлияло на изменение моих планов. И это две прекрасные малышки, которые танцуют на обеденном столе. Особенно татцы по блестящих штанах. Но я, недолго думая, включив романтику, решил устроить романтический ужин. И всё, что для этого нужно, было у меня под рукой. Красивый круглый стол с белой скатертью, чистый, как капля дождя в детственных лесах Амазонки. Судак, запечённый в духовке с имбирём, чесноком и перцем чили. Вы только посмотрите, как заводятся эти крошки, учуя запах свежеприготовленного блюда. И как только я усадил барышей напротив себя, я столкнулся с той проблемой, с которой сталкиваются большинство мужчин в нашей жизни. Я судорожно перебирал в голове, что сказать, пока не остановился на котиках. Да-да, на самых простых котиках. Ведь все девушки любят котиков. А там Кен подлетел. Но по характерным звукам я понял, что хотят они совсем другого. И в этой ситуации после таких ярных знаков внимания, скрей всего большинство бы сразу приступило к активным действиям. И наступит безграничное удовольствие, которое потом сохранилось. Чё это за секс по телефону, пиздец, Диман? Кидоскопе наших жизненных мгновений. И я побежал у спальной кровати. Дело-то пахло жареным. Ну что, кровать устанавливала. Телевизор, пришло время для финансового определения, кто будет моей спутницей в этот вечер, кому завершение. Пару теплых слов и комплиментов в ее сторону, и вот мы уже бежим, не оглядываясь, навстречу приключениям. Не-не-не, я осуждаю действия, вот эти, которые я сейчас видел, осуждаю, ребят. Не-не-не-не-не, ну, бля, ну это смешно. 8 часов назад 100 тысяч.